Там в интернете. В соцсетях ультраправые открыто делились мнением о том, куда и за что нужно отправить всех мигрантов и евреев. Тут речь идет не о свободе слова, а о подрывной деятельности. Интернет — это не свободная территория, где можно делать и писать что угодно. Это не так. В случае распространения нацистских идей, все виновные непременно будут нести ответственность. Полиция обыскала 10 домов. Под подозрением оказались мужчины в возрасте от 22 до 58 лет. Их обвиняют в подстрекательстве к мятежу и в использовании символики запрещенных ФРГ-организаций. Количество подобных постов в интернете все время растет. В прошлом году мы получили от граждан около 300 заявлений. В этом году только за три месяца таких жалоб уже 200. Большинство разжигающих ненависть текста направлены против беженцев. Теперь всех подозреваемых ждет следствие. Если их вину удастся доказать, каждому придется заплатить штраф в несколько тысяч евро. Мигранты смогут стать частью немецкого общества, только если у них будет возможность получить работу или образование. К такому выводу пришла комиссия из 10 экспертов, которая в течение года по заданию федерального правительства изучала вопрос интеграции приезжих в немецкое общество. Мы сейчас находимся в поворотной точке. Мы либо сможем сделать так, чтобы мигранты стали частью немецкого общества, либо столкнемся в ближайшем будущем с огромным количеством социальных проблем. Сплоченность общества под угрозой, и чтобы избежать ее, нам предстоит проделать длительный путь. Условия для интеграции номер один – владение немецким языком, говорят члены комиссии. Поэтому для мигрантов нужно открывать как можно большее число языковых школ. Условие номер два – возможность работать и зарабатывать на кусок хлеба себе и родным, чтобы беженцы не пополняли ряды преступников. Нужно работать с мигрантами с момента, когда они пересекают границу. Они должны понимать, что могут тут существовать легально и получить работу. И что, когда они придут трудоустраиваться, никто не станет их дискриминировать. Еще одна важная часть интеграционного процесса – образование для детей и мигрантов, говорят члены комиссии. Вопрос о том, как скоро дети беженцев могут посещать общеобразовательную школу, находится в компетенции федеральных земель. В Берлине они смогут сесть за парты на следующий день после регистрации. В Баден-Вюртемберге сначала нужно пройти проверку документов, которая может занять до полугода. Члены комиссии предлагают ограничить срок проверки документов тремя месяцами. Белые спаржи Правда, пока спаржа созрела только в части страны – на полях, расположенных в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Бавария. Да и то, к столам готова попасть, спаржа выросшая не в открытом грунте, а в специальных парниках. Поэтому и стоит она недешево – около 15 евро за килограмм. Можно найти этот овощ и по 9 евро за килограмм. Но так дешево продают только не очень красивые корнеплоды. Вот как сами производители спаржи советуют выбирать ее в магазинах и на рынках. Следует убедиться, что спаржа свежая и как будто бы немножко влажная. Она ни в коем случае не должна быть высохшей или вялой. А что касается способа приготовления, так мне больше всего нравится вареная спаржа с картофелем и ветчиной. И еще сверху сливочным соусом полить. Пальчики оближешь. Ежегодно урожай спаржи в Германии составляет более 55 тысяч тонн, а выручка от продаж превышает 175 миллионов евро. Мишель Обама в последний раз засадила огород у Белого дома. На грядках зазеленели шпинат, брокколи, редис, китайская капуста и латук. Заниматься садовыми работами первой леди США традиционно помогали дети, которых специально привезли в Вашингтон со всех уголков страны. Небольшой огородик возле резиденции американского президента стал одной из визитных карточек Мишели Обамы. Теперь пока еще первая леди с грустью размышляет о том, какая судьба постигнет ее огород после того, как семейство Обама покинет Белый дом. Ведь кто бы не победил на осенних выборах президента США, не факт, что новый президент страны или члены его семьи захотят огородничать. Я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к этому огороду. Это мое детище. И я надеюсь, что это будут не последние посадки, что последующие администрации Белого дома продолжат этот проект и сделают его постоянной традицией. За грядки в саду Белого дома Мишель Обама взялась в 2009-м. Выращивание овощей и зелени стало частью ее кампании по борьбе с ожирением в США. Сначала продуктами с огорода торговали, затем стали ими кормить бездомных. До Мишеля Бама и огородничеством на задворках Белого дома занималась Элеонора Рузвельт еще в годы Второй мировой войны. Она тоже выращивала на грядках в официальной резиденции овощи и зелень. Самолеты не летают. В Греции служащие гражданской авиации объявили 24-часовую забастовку. Авиакомпании Aegon Airlines и Olympic Air отменили десятки рейсов. В том числе не выполняются полеты в Германию и из Германии. Забастовка началась сегодня в полночь и продлится ровно сутки. Она не коснется рейсов глав государств и правительств, полетов военной авиации, рейсов в случае непредвиденных обстоятельств и медицинской авиации. Федерация служащих гражданской авиации присоединилась к забастовке профсоюзов государственного сектора против того, что они называют «надвигающейся ликвидацией системы социального обеспечения». Также служащие гражданской авиации протестуют против планов правительства продать 14 аэропортов. Потенциальный покупатель – немецкая компания – пока никак не прокомментировала требования забастовщиков. Адиос, сиеста! В Испании хотят отменить традиционный послеобеденный отдых. Об этом заявил премьер-министр Испании Мариан Арахой. По его словам, страна готова отказаться от старинных традиций ради роста производительности на работе и улучшения состояния экономики. После отмены сиеста рабочий день у испанцев будет заканчиваться не в 8 вечера, а в 6. Как отмечают испанские ученые, без сиеста люди и работают лучше, и сосредоточиться на заданиях им гораздо легче. Сиеста считается одной из национальных особенностей испанской культуры. Часы сиеста в Испании не принято звонить друг другу. В это время также не работают банки и аптеки, а еду можно купить только в больших супермаркетах. Также власти страны рассматривают вопрос о переходе в другой часовой пояс. Сейчас Испания живет по среднеевропейскому времени. То есть время в Мадриде и Братиславе совпадает, тогда как географически было бы логичнее следовать времени Гринвича. Норвегия планирует вложить почти миллиард долларов в развитие велосипедной инфраструктуры. Общий размер инвестиций должен составить 923 миллиона. На них в стране построят 10 широких двухполосных шоссе для велосипедов, которые будут пролегать через всю страну и вокруг 9 крупнейших городов. Главной целью власти является уменьшение выбросов в два раза. Велосипедные шоссе должны мотивировать жителей больших городов выезжать на природу и в сельскую местность на зеленом транспорте. Правда, ландшафты Норвегии не всем велолюбителям придутся по нраву. Перспектива преодоления холмистой местности не очень привлекает некоторых велосипедистов. Впрочем, норвежское правительство уверено, что сможет пересадить из автомобилей пятую часть ездоков. Потирают же руки производители электрических велосипедов и электромобилей. К 2030 году в стране планируют выйти в ноль. Именно такой прирост количества автомобилей ждет Норвегию в недалеком будущем. Итальянский бренд Гуччи стирает границы между полами на подиуме. Модный дом объявил, что со следующего года объединит выпуск мужских и женских коллекций. Первый совместный показ пройдет в штаб-квартире компании в Милане. Его дата пока не называется. Представители компании объяснили решение объединить мужские и женские коллекции потребностями бизнеса и стремлением упростить графики производства. Креативный директор Гуччи Александра Микелия заявил, что ему идея совместного появления на подиуме мужчин и женщин кажется весьма естественной. Аналогичное решение в ноябре принял британский дом в Бербере. Шиворот на выворот, задом наперед. Сейчас эта детская поговорка уже не звучит как шутка. В мире моды наметился новый тренд. Девушки носят рубашки задом наперед, выставляя на показ оголенную спину. Мужская рубашка уже давно завоевала себе место в женском гардеробе. Но такой экстравагантный способ ее носить появился лишь недавно. Едва такое необычное решение появилось на подиумах коллекции весна-лето 2016, как тенденция перетекла в среду модных блогеров, а от них к обычным горожанкам. Теперь модницы вовсю соблазнительно демонстрируют декольтированные спины, благо на улице уже достаточно тепло. Говорят, рубашки задом наперед – это женственно и чувствительно. Нашлись и критики модного веяния. Они говорят, что хорошо такие рубашки сидят лишь на моделях в гламурных журналах. А еще оголенная спина – это неудобно, например, в общественном транспорте. Редактор субтитров А.Семкин